Галина Амирова ожидает приема к специалисту управления образования уже не первый раз. Ее малышу два года. Рассказывает о своей проблеме. Получить путевку в детский сад. Но как выходят женщины и говорят, что мест нет. Можете не ждать. Я не работаю. Папа у нас есть, но он выплачивает алименты. Я живу с родителями, но родители собираются, может быть, через год уезжать. Надо же все-таки как-то ребенку устраивать. В детский сад. Работать. Все-таки сколько на шее можно сидеть у родителей. Путевки в детский сад ждут более 1100 муравлинковских дошкольников. По данным на 25 апреля, счастливыми обладателями места в детсаду стали 89 родителей. Сегодня в списках очередности в возрасте от рождения до полутора лет значится 300 малышей. От полутора до трех лет – 577. И еще 150 ребятишек в возрасте от трех до четырех лет. Меньше всего – очередь среди детей старшего дошкольного возраста. Этот вопрос решается сразу, чтобы обеспечить детям равные стартовые возможности при подготовке к школе. В соответствии с поручением президента и губернатора округа, местные власти должны обеспечить местами детей от трех до семи лет до 2016 года. Многие родители возлагали надежду на новый детский сад «Непоседы» на 300 мест. Его открытие помогло бы снизить число очередников. Однако, по словам Ирины Воскободник, по независимым ни от администрации города, ни от департамента образования причинам, его открытие переносится на неопределенный срок. Сроки сейчас задерживаются. Нам сказали в устной форме, у нас нет других подтверждений, что в июле месяце строители будут сдавать данный объект. Но дальше мы должны понимать, что это процедура передачи данного объекта в округ. Потом округ должен передать в город. Город будет передавать управлению образование. На эту процедуру понадобится время. По всей видимости, 1 сентября новоселье все-таки не состоится. А детей необходимо обеспечить местами в детских садах. Наиболее ощутимый дефицит в возрастной группе от 2 до 4 лет. Выход из ситуации – временное уплотнение групп в детских садах. Их будут комплектовать по 27-30 человек. Мера болезненная, но необходимая. В управлении образования говорят, придется потерпеть. Как бы нам это не было жалко, будет закрываться зимний сад в детском саду «Дельфин». И то помещение, которое было выделено под зимний сад и тренажерный зал в детском саду «Дельфин», там будет проводиться реструктуризация группы. То есть там будет устанавливаться снова сантехническое оборудование, меняться. Окна должны будут полностью приводиться. Группа в порядок, чтобы принять детей. Закупаться оборудование необходимое. Кроме того, две дополнительные группы к 1 сентября откроются в детском саду «Снежинка». На все эти цели необходимы 5 миллионов рублей. Татьяна Сорокина, Вадим Брачек, Тимофей Сапильник. Новости нашего города. Новости нашего города.